МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редакция Телеэкспресс представляет новости нашего города. В студии Кирилл Мигель. Здравствуйте. В начале выпуска о некоторых темах. Будьте внимательны. На Ямале объявлено штормовое предупреждение. Финансовая поддержка. В день пожилого человека пенсионеры получат дополнительную выплату. И график изменен. Сегодня некоторые автобусы стали ходить по-новому. На Ямале объявлено штормовое предупреждение. Округ накроет метели, мокрый снег. Сотрудники МЧС рекомендуют всем муниципалитетам подготовить службу ЖКХ к устранению возможных повреждений. Сегодня в регионе ожидается усиление ветра до 12 метров в секунду, порывами до 17. Вначале столбик термометра опустится до минус 5 градусов. На дорогах местами гололед. Между тем, к предстоящим холодам Ноябрьск готов. Перейти на зимний график работы планируют коммунальные службы и управляющие компании. В Энергогосноябрьске уже сегодня введена зимняя схема теплоснабжения. Запущена еще одна котельная, которая возьмет на себя часть нагрузки. Кроме того, сегодня же ресурсоснабжающая компания подключила отопление в одно из новостроек 8 микрорайона. Об этом говорили на заседании Совета директоров администрации города. Первый замглавы администрации Андрей Касьяненко отметил, что коль уж синоптики предупредили о возможном ухудшении погоды, в сильном ветре и гололедице необходимо всем оперативно реагировать на ситуацию. Дорожники заверили, что объем песка уже сготовлен. В любой момент на линию готовы выйти 5 камазов пескоразбрасывателей. В Тюменской областной думе осенняя сессия. В повестке несколько десятков вопросов. Среди первоочередных исполнение и формирование областного бюджета до конца года. После долгих дискуссий в него были внесены поправки. Доходная часть главного финансового документа области увеличится почти на 2 миллиарда рублей. Все без исключения целевые программы продолжат свою работу. Говорили депутаты и о поддержке предпринимательства. Народные избранники предлагают увеличить рассрочку за пользование госимуществом для бизнесменов с 3 до 5 лет. Кроме того, рассматривался вопрос о том, что с января будущего года в Тюменской области повысится прожиточный минимум для пенсионеров. Социальные доплаты увеличить на 6%. Исполнение бюджета области затрагивает интересы всех его жителей, поэтому парламентариям необходимо своевременно вмешиваться в процесс формирования бюджета и регулировать механизмы его исполнения. Немаловажно и то, что депутатский корпус поддержал предложение о повышении прожиточного минимума для пенсионеров. Социальная забота о пожилых гражданах должна быть одним из приоритетов в работе законодательной и исполнительной власти региона. А совет законодательного собрания Ямала обсудил вопросы, которые будут рассмотрены на очередном заседании окружного парламента 16 октября. Планируется, что их будет 32. В частности, в первом чтении депутаты рассмотрят проект регионального закона о развитии казачества, поправки в окружные законы о наделении статусом, определении административного центра и границ муниципальных образований округа, а также вопросы о порядке обеспечения жильем граждан, проживающих в регионе, и то же, как и их тюменские коллеги, пересмотрят величину прожиточного минимума пенсионеров на 2014 год. Между тем, пенсии в России в 2014 году будут проиндексированы дважды, 1 февраля и 1 апреля, при этом суммарная индексация составит более 8%. В Минтруда пояснили, что соответствующие средства заложены в бюджет, и что ведомство будет ежегодно повышать уровень пенсии по старости, а также повышать соотношение с прожиточным минимумом. По словам министра, это приведет к тому, что Минтруд выйдет на ранее планируемые показатели, по которому пенсия к 2018 году должна равняться двум прожиточным минимумам пенсионеров. И еще одна приятная новость для людей в возрасте. Ко дню пожилого человека, который отмечается сегодня, все мужчины, достигшие 65 лет, и женщины, достигшие 60-летнего возраста и старше, получат единовременные выплаты. Сумма составит 1000 рублей и будет начислена в беззаявительном порядке. То есть собирать какие-либо документы не надо. Деньги Управление социальной защиты самостоятельно перечислят на счета получателей. В общей сложности выплаты предназначены для 7065 человек. На эти цели из окружного бюджета выделено 7 миллионов 65 тысяч рублей. Сумма материальной помощи ко дню пожилого человека не изменяется, она составляет 1000 рублей, а вот количество получателей ежегодно растет. Если мы посмотрим, что в 2006 году было 3466 получателей, то на сегодняшний момент назначено 7065 пожилым людям выплата. К примеру, за 10-й год было получателей 5039, за 11-й – 5678, за 12-й год – 6503 человека. Три четверти россиян до пенсионного возраста информированы о программе государственного софинансирования пенсии, но вспомнили, что подали заявление на участие в ней всего 6%. Такие данные приводит фонд общественного мнения. Регулярные взносы платят еще меньше и чаще – это клиенты НПФ. Среди неучастников эта программа большинству неинтересна, и только 11% заявили, что хотели бы в нее вступить. Однако и этот интерес может оказаться только декларативным. Программа существует уже 5 лет, и все желающие уже давно могли стать ее участниками. Делает выводы ФОМ Медиа. В России выросла зарплата бюджетников. С 1 октября рост составит 5,5%, передает телеканал «Россия-24». Повышение коснется учителей, врачей, а также сотрудников федеральных казенных учреждений и федеральных госорганов. Кроме того, зарплата стала больше у гражданского персонала в Минских частей. На те же 5,5% выросла зарплата судей. Повышение не потребует дополнительного финансирования, поскольку затраты были изначально заложены в бюджет. Городское добровольческое объединение «Луч» объявило о начале новой акции. Она пройдет в рамках программы «Доступная среда». Ее цель – помочь людям с ограниченными возможностями здоровья. Добровольцы помогут инвалидам в мелком ремонте на дому. Например, если у человека сломан пандус или мешает порог при входе в квартиру, участники акции исправят неудобства. Те, кому нужна помощь, могут оставить заявку в добровольческом объединении «Луч» или по телефону 30 0573. Городские автобусы будут ходить чаще. Пассажирские перевозки сегодня переходят на зимний график работы. Изменения касаются пяти городских маршрутов. Один, один А, тройки, восьмерки и семнадцатого. На каждой из них была выведена по одной дополнительной единице техники. Так что в рабочие дни время ожидания этих автобусов заметно сократится. К примеру, на промзону общественный транспорт будет ходить с интервалом примерно в полчаса, а не в час, как это было ранее. Перерывы в движении наиболее востребованных маршрутов «восьмерки» и «тройки» сократятся на 4-5 минут и составят 17-18 минут. Дополнительные рейсы будут ходить и в микрорайон Вангапуровский. Добавлю уточнить информацию, люди могут в диспетчерской службе пассажирских перевозок по телефону 35 46 62. Юная жительница Ноябрьска пострадала в аварии. Накануне вечером столкнулись сразу четыре автомобиля. На пересечении улиц Школьная и 60 лет СССР водитель автомобиля Киа Рио не пропустил встречный «Форд Фокус». От удара обе машины отбросило на Деунексия, а это авто, в свою очередь, врезалось в Ниссан Кашкай. Никто из водителей не пострадал, а вот маленькой пассажирке Киа понадобилась помощь медиков. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала несовершеннолетняя пассажирка автомобиля Киа Рио, 2003 года рождения. Ребенок был доставлен в центральную городскую больницу. Диагноз – сотрясение головного мозга. Назначено амбулаторное лечение. Госавтоинспекция убедительно просит всех участников дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и взаимовешенными на дороге. В сентябре патрульно-постовая служба полиции отпраздновала свой 90-летний юбилей. За это время менялось многое, но неизменной оставалась главная задача подразделения – первыми прийти на помощь к тем, кто нуждается в безопасности. Наша съемочная группа на несколько часов заступила на очередное дежурство с сотрудниками одного из экипажей ППС. Восемь часов вечера наш экипаж выезжает на плановое дежурство и тут же вызов на улицу Шевченко. Адрес полицейским до боли знакомый. Супруге в разводе, бывшему мужу суд запретил видеться с маленьким ребенком. И мужчина почти каждый день звонит в домофон и угрожает. А затем стремительно убегает. Давайте отравляйтесь, потому что это невыносимый ненавидит. Ну, просто забудьте. Да, да. Угрожает, что, расправу угрожает, да? Да, и мой расправа. Я вообще обыкалка своей, физической, да. Он не думал, что я здесь. Он думает, вот когда бабушки здесь нету, он приезжает вот этими своими поведениями, полицейские составляют протокол, и мы едем дальше. Спустя какое-то время поступает новый вызов. Неизвестный пытается штурмом взять автомойку на промзоне. Пока сиреной и мигалками спешим на место происшествия, по рации узнаем, что на заправке двое не поделили топливный пистолет. В итоге мужчина стал душить женщину. Наряд ППС успел вовремя. На автомойке же выясняются следующие подробности. Человека взяли, короче, на мойку, да? Да. Ну, он сам, я там, однократно судим, вот он какой-то директор, короче, его выгнал с места работы. Ага. Вот он сейчас, короче, пытается увойти, вот он в том, а после сейчас вот это добыл. Поиски бывшего работника автомойки результатов не дали. Возвращаемся в город, где проводится проверка документов, беседа с подростками, которые нарушили комендантский час. В общем, дальше без серьезных нарушений. Татьяна Заозерная, Артур Кабаневский, Виталий Харченко. Новости нашего города. На 4 октября запланирована всероссийская тренировка сил и средств гражданской обороны. Начальник управления гражданской защиты ГУМЧС России по Ямалу Дмитрий Александров рассказал, что в этот день, как и ровно год назад, во всех городах России, в том числе и в Ноябрьске, в одно и то же время начнутся практические мероприятия. Сначала об этом население повестят по радио и телевидению, после чего по городу будут курсировать машины с сиренами и громкоговорителями. Людям расскажут, что такое сигнал гражданской обороны, внимание всем, как правильно действовать после получения этого сигнала, какие вещи с собой брать и куда бежать. У нас в городе практически будем запускать электросирены и проверять проведение мероприятий по сигналу внимания всем. Помимо электросирен будут применяться спецавтомобили и телерадиовещания. Выпуск продолжит блок спортивных новостей. Сегодня питерский «Зенит» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА примет на своем поле австрийскую Аустрию. В предстоящем противостоянии наибольшие шансы на успех согласно статистике имеет «Зенит». В пяти последних матчах на европейской арене клуб одержал четыре победы. Тем не менее, в самом престижном футбольном турнире Старого Света питерцы стартовали с поражения. Россияне на выезде уступили мадридскому «Атлетико» 1-3. Собственно, с проигрыша португальскому порту 0-1 начали и австрийцы. Добавлю, очная встреча между «Зенитом» и командой из «Австрии» начнется в 20.00 по Москве. В бассейне «Ямала» прошло лично командное первенство по плаванию среди структурных подразделений «Газпромнефть» «Ноябрьскнефтегаза». В эстафете приняли участие по трое мужчин и одна женщина от каждой команды. Они соревновались на дистанциях 50 и 25 метров, соответственно. В итоге первое место завоевала команда «ЦДНГ-7». Вторыми пришли пловцы «ЦППН-1». На почетном третьем месте команда аппарата управления. И это была завершающая информация о выпуске. Впереди вас ждет прогноз погоды на завтра. А я желаю вам всего доброго и до свидания. АЗС «Газпромнефть» «Надежный ориентир». 2 октября в Сельхарде облачно, дождь со снегом. Ветер северный, температура 2 градуса выше 0. В Муравленко-Пасмурно небольшие осадки, ветер юго-западный до 3 метров в секунду, температура 3 градуса тепла. В Ноябрьске облачно, небольшие осадки, ветер юго-западный до 5 метров в секунду, температура плюс 3 градуса.